И вот буквально недавно на полуострове прошел очень крутой фестиваль, называется Таврида Арт. И мы видели в интернете, следили за тем, как ребята отдыхали, выступали, творили, но побывать нам там не удалось, к сожалению. К сожалению, побывать нам там не удалось, но здесь сейчас нас уже ожидает Ксения Шульман, председатель студенческого научного общества КФУ, которая нам сейчас расскажет о массе подробностей. Ну, дело в том, что Ксения непосредственно была на Таврида Арт, и более того, ребята, они все-таки получили грант, о котором мы сейчас и узнаем. Доброе утро! Доброе утро! Ну, хотелось бы в первую очередь спросить о ваших впечатлениях. Как вам Таврида Арт? Замечательно! Это достаточно большое испытание, там у нас были условия не самые радужные, но мы, тем не менее, очень довольны. Большинство участников прошли такую школу жизни, получили возможности, которые им не снились до тех пор. Это люди с самых разных уголков России, то есть не только из Москвы, из центра, и они смогли повстречаться с теми людьми, с которыми можно встретиться раз в жизни, как говорят. И вот реализовали большинство своей возможностей. Что за грант? Грант 200 тысяч на приобретение, реализацию, получается, тиража, раскрасок, брошюр, которые будут переданы 1 сентября 2020 года всем первоклассникам в Сиферополе. Вы разрабатывали какой-то проект же, да, наверное, предлагали идею, концепцию. Вот расскажите, как творили все вместе, коллективно, вы одна, вот как удалось все-таки получить такую награду? Мы начали разрабатывать еще с июня, когда Крым присоединился к проекту «Культурный патруль». Ребята со всей России, которые занимаются охраной культурного наследия, встретились в Ярославле. Мы там разрабатывали будущую работу на полгода. И вот какие есть проекты, какие есть возможности. Владимир поделился с тем, что у них есть похожий проект. И мы подумали, почему бы не реализовать в Крыму, тем более, что ни коммерческого проекта, ни какого-то государственного пока что подобного не существует. Решили объединить. Я встретилась с своими знакомыми студентами-художниками, которые у нас учатся в университете, с ребятами, которые в контакте рисуют, работают. И вот они сказали, что с радостью поучаствуют. Нужно было прописать проект на портале АИС «Молодежь Россия». Я прописала, в принципе, и поехала оттуда защищать, провожаемые напутственными словами. Сложно ли было защитить, как вы говорите, свой проект? Я делала это в первый раз. Пришла заранее, за три часа до времени, когда должна была защищаться сама. Послушала, как защищаются другие участники. Было очень много достойных социальных проектов, которые действительно получили право на реализацию. Они этого заслуживали. И, в принципе, посмотрела на экспертов, как это все происходит. Ну и когда уже выходила на защиту, в принципе, есть опыт публичных выступлений, поэтому не особо волновалась. А судьи кто? Вот назревает вопрос. Перед кем вы защищали проект? Судьями были три эксперта. К сожалению, сейчас имен, фамилии не назову. Тем не менее, могу сказать, что это очень достойный представитель своего дела. Это эксперты в области спорта, так как с нами защищались спортсмены тоже. Это люди, которые реализуют проекты культурного наследия охраны из Санкт-Петербурга. И те люди, которые уже многие годы являются экспертами Росмолодежи. Ну скажите, пожалуйста, вот помимо своего проекта, какие вам еще так запомнились? Может быть, решили, что вот это действительно круто, было бы здорово, если бы его реализовали? Есть проекты, которые действительно получили деньги на реализацию. Например, вот мастер-классы по живописи Эбру для детей с отклонениями в развитии, которые реализовали ребята из Центральной России. Есть очень интересные проекты по совершенствованию городской среды. Очень много социальных проектов по проведению чемпионатов, например, по огненному спорту, по файрингу, по каким-то контактам между детьми, опять же, вот какими-то нарушениями, инвалидами. Это очень большой аспект. У нас было 87 проектов. Это самая большая была проектная сессия. Да, вот на квартале Таври-Дар-Добро. Волонтерских проектов действительно было больше всего. Ну, а из ваших знакомых, коллег, студентов, какие проекты все-таки получили тоже финансовую поддержку? Я знаю, что ребята из Крыма, которые защищались на квартале Таври-Дар-Кино, получили грант на поддержку своего собственного выступления, получается, такого иммерсивного спектакля. Да. Вместе со мной защищались ребята из Российского географического общества. Они предлагали два гранта. К сожалению, не получилось. Я надеюсь, что вот скоро будет еще один конкурс. Они туда уже подались и имеют вполне полностью право реализовать. Всегда можно доработать проекты, предложить уже немножко новую, так сказать, свежую концепцию. Вы говорите о том, что скоро будет новый конкурс. Давайте поподробнее. 2 сентября заканчивается регистрация заочного конкурса, опять же, Росмолодежи для физических лиц. Туда может подать заявку любой человек от 18 до 35 лет и получить грантовую сумму также на реализацию от нуля, собственно, до полутора миллионов, даже до трех миллионов, надо уточнить. Какие у вас и вот у всей команды впечатления? Впечатления такие мы не ожидали, потому что первый раз ехали защищать. Все-таки молодые мы надеялись, конечно. И то, что мы получили, это как бы не просто восторг, подарок, это ответственность. И мы это отлично понимаем. Уже вчера встречались с директорами. Они нам дали контакт и прямую связь. И мы пойдем в Министерство образования, будем начинать работать. Ну вот буквально с 1 сентября предмет. Ну вот это такая первая небольшая пока, да, вот ответственность за то, может быть, потом вы возьмете на себя еще большую, предложите какой-то масштабный проект новый. Задумывались уже над тем, что можно еще предложить, какую-то концепцию разработать? Да, очень много ребят, знакомых, ровесников обратилось в социальных сетях с предложением. Например, поступает предложение по реализации площадок по тому спорту, которого у нас нет еще. Еще это джим-бар, например, то есть разновидность воркаута. Ребята просят как-то осветить другие проблемы, в том числе и студенческие какие-то нехватку. Не все, что предлагают, может стать проектом, потому что проект имеет свои критерии. Это законченность, это возможность реализации, это определенные суммы, опять же. Тем не менее, будем работать. Как бы я не считаю правильным подход постоянно подаваться и постоянно просить денег на какие-то сырые проекты. Как только у нас будет готова схема, когда мы сделаем этот проект, может быть, еще в течение его реализации, и когда мы поймем, что мы готовы, мы возьмем на себя ответственность. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо. А у нас в гостях была Ксения Шульман, студентка 4-го курса Исторического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского.